Да. Добрый вечер. Мы с вами продолжаем изучение книги Шмуэля, как всегда, с молитвой в сердце, чтобы постичь пророческие тексты и соприкоснуться с духом пророков. Я напоминаю, что Равку говорил, что изучение пророческих текстов, оно ценно не только тем, что человек понимает, постигает сам текст, но и соприкасается с духом пророков. И напоминаю, что мы с вами в книге Шмуэля Алиф. И в прошлый раз мы начали разбирать очень трудную тему. Это война с Амаликом. Есть непростая заповедь. Истребить весь народ Амалика, как отдельная заповедь. Напоминаю, что Рамбам дает три заповеди. Говорит о трех заповедях, которые легли на сыновей Израиля. То есть должны были быть приняты к исполнению в тот момент, когда они перешли через Ярден. Это поставить царя, уничтожить Амалика и возвести храм. Мы не говорим о заповеди завоевания всей земли Израиля, потому что эта заповедь, она уже действует, уже есть обязанность исполнить ее. Что уже Маше говорил о ней. Но вот эти три заповеди, Рамбам говорит, что они вступают в силу в тот момент, когда переходит через Ярден. Я напомню вам, что почти 400 лет не было царя. И вот теперь исполняется заповедь поставить царя. Так или иначе, с теми или иными проблемами и ущербами. Но царь поставлен. И тут же на его плечи ложится заповедь истребить Амалика. Я хочу напомнить, что эта заповедь, она не простая истребить мужчин, женщин, детей. Это может быть сделано только по слову пророка. И Шмуэль приходит к Шаулю. После того, как Шауль одержал победу над филистимлянами, приходит Шмуэль к Шаулю и говорит о том, что на его плечи легла заповедь истребить племя Амалика. Шауль не возражает. Он выходит на войну. И здесь мы посмотрим те проблемы, которые возникли при исполнении этой непростой заповеди. Я напоминаю, что Амалик является, называется началом народов. И в конце концов он пропадет совершенно. И Амалик, он носитель идеи борьбы с сыновьями Израиля, как с народом, через который распространяется божественное присутствие в мире. И вот давайте мы вернемся к тексту, к 15 главе. Сейчас мы попробуем вернуться к ней. Вот я поднимаю главу саму. У нас будут некоторые задержки здесь. Поднимаюсь. Поднимаю голову. Одну секунду, одну секунду. И сказал Шмуэль Шаулю, меня послал Бог, чтобы помазать тебя царем над народом его, над Израилем. А теперь слушай голос и слова Бога. Теперь, вот теперь настал момент, как только появился царь, и как только он утвердился, настал момент тут же истребить племя Амалека. Так сказал Бог воинства. Вспомнил я, что сделал Амалек Израилю, поставив ему засаду на дороге, когда он поднялся из Египта. Мы с вами говорили, что Амалек напал на сыновей Израиля с единственной целью доказать, что сыновей Израиля можно убивать. Несмотря на то, что Всевышний раскрыл перед ними море, и это было потрясением для всех народов. Как говорится в песне по переходу на море в главе Бешалах, говорится, что дрожали и князья Идома, и все цари Канаана дрожали перед сыновьями Израиля, когда они узнали о рассыпившемся море. И вот пришел Амалек с единственной целью убить кого-то из сыновей Израиля. И мы сможем представить с вами деталь, которая нам очень важна, что когда амалекитяне убивали сыновей Израиля, они отрезали, скажем, орган тела, который отмечен знаком обрезания, и подбрасывали его вверх и кричали Всевышнему, забирай то, что принадлежит тебе. Мы видим здесь войну со Всевышним, мы видим отвратительные, совершенно испорченные качества души, и главное, войну со Всевышним без предела уничтожить народ. Как амалекитяне понимают, зацепку Всевышнего за этот мир точно так же или похоже, как сыновья Ноха строили Булонскую башню для того, чтобы подняться на небо, воевать со Всевышним и оттолкнуть его от земли. И теперь идея другая, теперь амалекитяне понимают, что есть народ, через который распространяется божественное присутствие в мир, и здесь нужно уничтожить этот народ для того, чтобы оттолкнуть божественное присутствие от мира. Это идея амалека. Мы понимаем, что идея ужасная, идея, которая так или иначе проникает во все народы. Этим объясняется, если бы не было амалека, если бы он, скажем, вовремя был истреблен, то не было бы этого тотального глобального антисемитизма, который не объясняется никаким рациональным мышлением. Я в своей книге привел целую историю высказываний людей, от которых мы никогда не ожидали, что они людей культурных, руководителей народов, деятелей культуры. Никогда мы не ожидали от них такой ненависти к сыновьям Израиля, совершенно иррациональной, ничем не обоснованной. Это все, скажем, да, это все работа амалека, забросившего этот яд во все народы. Причем часто люди. Амалек очень хорошо понимал, за что он борется или против кого он борется. Он борется против Всевышнего, чьего божественное присутствие распространяется через Савей Израиля. Другие не всегда это понимают. Это лежит на подсознательном, на подсознательном уровне. Теперь настал вот этот момент, как только поставили царя, настал момент истребить племя амалека, потому что дальше будет дана заповедь построить храм. И пока в мире существует вот эта вот борьба со Всевышним, то, в общем-то, храм, по крайней мере, в значительной степени он бесполезен. Если люди не хотят приблизиться ко Всевышнему, если они не хотят приблизиться к Ирушалаему, если у них есть такая ненависть к сыновьям Израиля, которые строят храм, то зачем нужен храм для народов мира? А храм нужен в основном для народов мира, в первую очередь для народов мира, без истребления амалека, таким образом, бесполезно или почти бесполезно строить храм. И вот теперь, теперь, когда поставили царя, есть пророческое повеление, именно пророческое повеление. Ашмуэль не нужно было бы говорить, что он говорит от имени Всевышнего, но он подчеркивает это, подчеркивает как бы дважды. Вот мы видим, да, теперь, да, мы поняли это слово, вот в этот момент, когда появился царь, слушай голос, да, и слово Бога, подчеркивает и голос, и слово Бога, потому что пророчество бывает разного уровня, бывает, бывает голос на каком-то уровне высоком, и пророк должен это, если так можно сказать, прокомментировать, притворить в жизнь, напустить до материального мира. Бывают конкретные слова, слова Бога, бывают видения. Здесь Шмуэль подчеркивает четкость этого пророчества, что есть голос, да, и слово Бога, не только голос, смысл которого он передает, да, он передает конкретно слова Бога, чтобы настало время истребить Амалека. Вот и призвал Шауль народ и пересчитал их, да, воспользовавшись ягнятами или козлятами. Вот, и 200 тысяч пеших, и 10 тысяч людей из колена Иуды. Помним, что колено Иуды выделяется отдельно, потому что они храбрые воины, обученные воины. В колене Иуды уже давно существует регулярная армия. Понятно, что такой способ пересчета, как мы знаем, запрещено пересчитывать людей по головам, мы помним это еще из главы Китиса в Торе, да, что собирают по полшекеля для того, чтобы узнать, сколько сыновей Израиля, а не делать список или не пересчитывать по головам. Только с данным полшекеля мы можем узнать, сколько есть сыновей Израиля. Такова заповедь. Ее можно объяснить, скажем, да, что Всевышний подчеркивает, что сыновья Израиля, сами по себе сыновья Израиля, это не, скажем, количественные, не поддаются количественному измерению, как любая духовная сущность, они не поддаются количественному измерению. И поэтому, чтобы удалить идею, то, что вот так вот важно количество, и что один плюс один – это будет два, один плюс один – это не два, это гораздо больше, это один плюс один еврей плюс еще один еврей – это щена еще, да, и поэтому непонятно, это два или три, или это намного больше, а три еврея – это щена еще более сильная, да, поэтому здесь не работает такой момент сложения один плюс один – два и три и так далее, для того, чтобы удалить, как бы, людей от этой идеи, что сыновей Израиля можно пересчитать, и их количество – это будет главное, как бы, сущностная деталь, сущностный момент, сущностно определяющий момент сыновей Израиля – это их количество. Для того, чтобы удалить людей от такой мысли, Всевышний дает заповедь никогда не пересчитывать сыновей Израиля по головам, и вот пересчитывают по полушекеля в пустыне, а здесь мы видим, что пересчитывают ягнятами и козлятами, которых приводят сыновья Израиля с собой. Когда выходили на войну, понятно, что брали с собой запас продовольствия, часто этим запасом продовольствия был скот, который шел своими ногами, может быть, не всегда все приводили скот, но здесь было дано поверение всем привезти или ягненка, или козленка, и вот они были пересчитаны. И зачем это нам говорится? Мы понимаем, что так часто делали, когда выходили на войну. Здесь это подчеркивается момент для того, чтобы сказать, что Шауль соблюдал заповеди Торы. Для него они были дороги, они были для него строгим повелением, от которого нельзя отходить и которым нельзя пренебрегать. Так что действительно можно было представить себе царя, который скажет, ну, законы Торы – это законы Тора, у нас сейчас война, и на войне я решаю, как быть, не буду тратить лишнего времени для того, чтобы пересчитывать ягнят и козлят. Я сейчас вообще составлю список, чтобы мне было легче в следующий раз призывать на войну. Это все могло быть. Шауль далек от таких рассуждений, он придерживается заповедей Торы. Вот мы можем вспомнить с вами, что говорится так, когда будешь пересчитывать сыновей Израиля, в книге Шмот говорится, когда будешь пересчитывать сыновей Израиля по счету их, то пусть каждый человек даст выкуп за свою душу Богу при пересчете их, и не будет на них поражения, когда будешь пересчитывать их. Речь идет о сдаче Боушекеля, это называется выкупом, потому что в той ситуации это как бы был в каком-то смысле искупление греха Золотого Тельца, но мы сейчас не будем вдаваться в подробности, для нас главное, что не пересчитываются сыновей Израиля по головам, и Шауль придерживается строго этой западе. И вот дошел Шауль к городу Амалека и ссорился из-за водного потока. И вот здесь начинаются проблемы. Городу Амалека, у Амалека не было городов, здесь имеется в виду главный стан, главная стоянка в пустыне Амалека, мы представляем, что он обитает в северной части, в северной части Синайского полуострова, пасет там скот, живет в временных лагерях и пещерах, ну что-то типа бедуинов. И там располагает этот образ жизни Амалека. Опять же, мы с вами говорили, что он не представляет опасности для сыновей Израиля, как враг, который может напасть. Это слабые племена, слабо развитые племена, но Амалек носитель идеи. И пока эта идея не будет истреблена, нельзя приступить к строительству храма. И сказал Шауль роду Кенни, идите выйти, уйдите из среды Амалека, чтобы я не погубил тебя с ним. А ты сделал милость всем сыновьям Израиля, когда они поднялись из Египта. Кенни – это племя потомки Итро, оно живет где-то в этом районе, там же, где и Амалек. И оно выбрало себе этот район, как говорят, что они были склонны к изучению Торы и не хотели заниматься сельским хозяйством, почти не занимаясь разведением скота. Их считали мудрецами Торы и помогали им, чтобы у них было время учить Тору. Так к ним относилось колено Иуды. Но теперь, когда будет нанесено поражение по Амалеку, им нужно уйти из этого района, потому что во время войны будет трудно разобраться, кто там Кенни, а кто там Амалек. Шауль предупреждает их заранее, чтобы они оставили этот район. Упоминание о Кенни здесь, оно нам дает почувствовать, что в народах мира есть разные тенденции. И есть тенденция, которую пробудил, зародил Амалек. Это война с сыновьями Израиля как носителем божественного присутствия. И есть потомки Итро, того самого Итро, который пришел из Медьян для того, чтобы присоединиться к сыновьям Израиля, чтобы вместе с ними стоять у горы Синаи, слышать голос Всевышнего. И как можно представить себе Шмуэль, автор этой книги, он хочет напомнить нам, что Амалек – это не единственный представитель народов мира. Есть еще и потомки Итро. И поразил Шауль Амалека от Хавилы до начала пустыни Шур, которая находится перед Египтом. То есть это все пустыня Шур, это все Синайский полуостров. И поразив Стана Амалека, Шауль должен был преследовать Амалекитян, искать их в пещерах, разыскивать их, повсюду доставать чуть ли не из подземли. Эта операция затянулась на долгие месяцы, и Шауль хотел сократить ее, потому что он не совсем понимал, и не совсем понимал, как он со своим войском 200 тысяч, фактически все войско сыновей Израиля будет находиться в пустыне, в то время как страна окружена врагами. Он ничего не делает ни для развития страны, ни для обороны ее границ. Он гоняется за Амалекитянами по пустыне, и Шауль решает свернуть эту операцию, Шауль решает свернуть эту операцию, военную операцию, и вернуться в центральную часть Израиля. Для того, чтобы понять, что происходит, нам нужно вернуться вот к этому предложению. Сейчас, секунду. Вот, и подошел Шауль Города Амалека и ссорился из заводного потока. Что за водный поток? Какая ссора? Мы можем представить себе, что очень трудно царю вести войну неоправданную. Всегда он должен, царь должен найти какое-то оправдание своим военным действиям, предлог для войны. Ведь ему сейчас придется выходить и убивать живых людей, проявлять жестокость. Даже в древнем мире нужен был какой-то предлог, какое-то свое психологическое оправдание. Если для того, чтобы представить нам этот момент, мы можем вспомнить с вами фараона. Фараон не просто обращает сыновей Израиля в рабов. Вдруг проснулся и объявил, что все сыновья Израиля являются рабами. Нет, сначала ему нужен предлог. Он собирает своих советников, он объявляет в своем народе, что сыновья Израиля, они предатели по сути своей, они многочисленные. И если будет война, они встанут и поднимутся, и выйдут из Египта, и вернутся на землю отцов, как они всегда и хотели, и планировали. И это будет конец Египта. Весь Египет будет разорен. У сыновей Израиля не было таких планов. Они не представляли из себя на тот момент единый народ. Они в том смысле, что они были отдельными коленами, жили в разных местах. Они, подавляющее большинство из них были, конечно, хранили мечту о возвращении на землю Израиля, но были преданы фараону, были преданы египтянам и занимались строительством и созданием Египта самой такой сильной и технологически развитой империи на то время. Сыновья Израиля вложили немало сил в создание этой империи. И вот превратить свободных людей из... Я вижу, что есть вопросы в чате, я вижу, что кто-то поднимает руку. Сейчас давайте мы закончим сейчас этот момент. И, пожалуйста, мы с вами обсудим. И вот превратить в рабов нужен предлог. Всегда нужен предлог. Нельзя наброситься на целую группу населения. Мне нужен предлог. Мы можем с вами вспомнить, так сказать, более поздние времена. Сталинский период для того, чтобы переселить татар, ему нужен был предлог. Для того, чтобы подготовить, как он планировал, тотальный такой удар по евреям, проживавшим на территории Советского Союза, ему нужно было дело врачей, ему нужно было обвинение евреев в том, что они, врачи, убивают умышленно выдающихся деятелей коммунистической партии. Ему это нужно было. Нужен предлог. Человеку, правителю с разных точек зрения трудно без предлога обрушиться на какую-то группу населения или начать войну. У Шауля масса проблем. Не только как царь и как правитель. Он ищет какой-то предлог. Он человек высокоморальный. Он человек скромный. Он до сих пор не вел таких войн на тотальное истребление. Как мы говорили, он выходил на войну. Он показывал свою силу врагу. Когда враг бежал, то этого было достаточно. Он утверждал таким образом границы земли Израиля, но он не вел никаких войн на истребление. Здесь у него есть повеление пророка вести войну с этим народом, прячущимся по пещерам, кочевым народом, каким-то совершенно непонятно, какую угрозу представляющим. Есть обязанность вести войну. Он ищет предлог. Предлог моральный для себя, как ему кажется, и для своих воинов, для сыновей Израиля. И в этом есть колоссальная проблема. Потому что это война Всевышнего. Всевышний не даром говорит, что у него война из поколения в поколение с Амаликом. То есть войну эту вести все равно сыновьям Израиля. Но это значит, что когда они выходят на эту войну, они должны объявить, что это война Всевышнего. Что это не война из-за водного потока, который амаликитяне присвоили его воду себе, и поэтому какие-то южные части Иуды остались без воды или у них меньше воды. Этого не могло быть. И не должно было быть. Должно было быть объявлено и сыновьям Израиля, и донесено так или иначе до сведения всех народов, что это война Всевышнего с Амаликом, который пришел в пустыню для того, чтобы воевать с Всевышним, который отрубал, скажем, органы, на которых есть знак союза со Всевышним. У него идея, у Амалика, оттолкнуть Всевышнего от этого мира через убийство сыновей Израиля. У Всевышнего война с Амаликом, и он поручил эту войну сыновьям Израиля. Это то, что должно было сказано. Он все смазал, он все стушеврал. Он уже в этот момент, Шауль не исполнил заповедь, он всю эту заповедь смазал. Теперь я вижу какие-то вопросы у нас в чате. Давайте посмотрим чат. Теперь чат. Нужно мне открыть чат. А вот я не понимаю... Добрый вечер. Это не вопросы. Этот человек писал, что звука нет. Мы объяснили, что только у него. А, спасибо, спасибо. Кто-то поднимал руку, пожалуйста, давайте. Да, если... Пожалуйста. Вот пророк Шмуэль дает повеление Шаулю. Разве он не детально объясняет, как надо поступать, как надо сказать своему народу, как объяснить, какая стратегия, какая тактика. Разве этого не было? Или было действительно только «убей Амалека» и все? Понять вот, как вы думаете. Теперь. Это хорошо, что вы напомнили. Здесь еще один момент. Мы видим с вами, что Шауль призвал Шауль народ, но мы не видим, чтобы он обратился к народу и сказал, что на нас лежит заповедь Всевышнего. Это просто как получается, что это война на юге. Да? Вот. Призвал народ на войну и вышли. Он должен был обратиться к народу. То, что вы говорите, то, что вы говорите, это как бы проблема, обычная проблема. Да? Пророк, он не учитель Торы. Он не утвердитель, не установитель, если так можно сказать, глухи. Он не разъясняет подробно. Мы это видели много раз. Пророк говорит то, что нужно сделать. Он может сказать то, что нужно сделать. Он говорит, что есть заповедь Всевышнего. Он говорит, что есть война Всевышнего с Амалеком. Она заповедана Торой. Но главное то, что он говорит, он передает слова Всевышнего. Выйди и порази Амалека. Возможно, к этим же словам добавлено порази Амалека, потому что у Всевышнего война с Амалеком, все остальное царь должен понять и сообразить сам. Если бы царь был пророком, тогда другое дело. Царь не пророк. Он получает это повеление. И он должен и проникнуться духом, и понять ситуацию. И это возможно, это возможно, как бы, получив такое повеление, то он должен представить, это война Всевышнего. Значит, эта война должна быть объявлена, как война Всевышнего. Это не война, когда мы выходим против нахажа Аммони для того, чтобы спросить город Явиш. Здесь не нужно ничего объявлять. Все понятно. Вот эта война должна быть объявлена, как война со Всевышним. У него не было мудрецов, которые могли бы ему посоветовать, мудрецов Торы, вообще мудрецов, советников настоящих. Советников, настоящих советников. Не знаю, трудно, трудно, трудно сказать, были ли у него советники. Он не, царь не спрашивает совета, как мы понимаем. Пришел пророк, сказал, царь делает, он не спрашивает совета, он не собирает сангидрин. Вот для того, чтобы понять. Да, теперь, теперь, есть еще, есть еще, есть еще один момент. Это тоже вы очень хорошо, очень хорошо напомнили. Вот я начал представлять, были ли у Шауля советники. У него был советник, советник, который, который ему, скажем, сбил его с толку. Этот советник, как говорит Медраж, очень хорошо, что вы напомнили, потому что я, может быть, уже пробежал бы этот момент. Медраж говорит, что у Шауля был в советниках человек по имени Доек. Человек очень проблематичный, человек очень талантливый, человек очень талантливый, очень способный, мудрец Торы, да, он сам по себе происходил от Амалика, принял Геюр, звали его Доек. Мы с ним потом встретимся уже в период Давида. И Доек отличался тем, что он все очень хорошо понимал, но он также был очень далек от пророчества, у него было логическое мышление, и он посоветовал Шаулю, и, наверное, об этом нужно было бы дальше немножко сказать, и захватил Агага царя Малеха живым, и весь народ истребил мечом. Доек посоветовал Доек посоветовал не казнить, не убивать Агага, а взять его живым, потому что он сказал, что Тора в любом случае проявляет милость, нет никогда жестокости до предела. Вот, посмотри, в Торе есть даже такой закон, который говорит, что нельзя в один день зарезать, скажем, зарезать животное и его потомство, мать и теленка, ее нельзя зарезать в один день, это запрет Торы. Так как же убить Агага, когда его дети погибли сегодня, Агага нельзя убивать и исходя из этого он его уговорил не оставить, прекратить преследование амалекитян вообще. Это действительно очень хорошо вы подсказали, был советник, которого Шауль держал при себе в хорошем смысле слова, мудрец Торы, величайший, который оказался сыграл очень отрицательную роль. он был из потомков Амалека, Амалек может принять Гиюр. Если можно, закройте пожалуйста микрофон, господа, следите пожалуйста. Натан, выключи микрофон. О, спасибо. Это то, что произошло, то, что нам рассказывает Медраж. Вот я думаю, что скажем Шауль очень часто человек слышит то, что он хочет слышать и советуется он с тем, с кем он хочет посоветоваться. И поэтому здесь нельзя говорить, что Шауля сбили с толку. Наверное, были и другие советники, и другие мнения были. Он послушал Дойга, и он пошел по его пути, по пути, который призывал проявить в той или иной степени проявить милость. И получилось, посмотрите, получилась очень проблематичная ситуация. Весь народ истребил 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 меча. Не весь народ, как мы сказали, мы видим, что Амалек остается, он существует еще дальше, но весь народ в том смысле, что и стариков, и женщин, и детей, и он вышел, и он истреблял их с одной стороны, а с другой стороны, он не объявил, что это заповедь, а с третьей стороны, он оставил в живых Агага, и получилось, что это не, вот это истребление народа, это не как заповедь Всевышнего, а как его собственное соображение, это результат того, что получилось, если бы он сказал, что это заповедь Всевышнего, это понятно, а если нет, тогда это его война, и это его поведение на войне, которое в общем-то совершенно недопустимо, и с точки зрения закона тоже недопустимо, если это не заповедь истремить Амалека, то это обычная война, а если это обычная война, зачем ты вырезаешь всех, и захватил Агага царя Амалека, мы видим, что Шауль в большой проблеме, он в проблеме человека, у которого нету до конца веры в пророчество, с одной стороны он опирается на Шмуэля, и Шмуэль это его опора, с другой стороны его рацию, рациональное мышление, оно начинает строить расчеты в тот момент, когда он получает заповедь, это все равно, что получить, скажем, приступить к исполнению заповеди приготовления пепла красной коровы, и с тем, чтобы очиститься от ритуальной чистоты, чтобы очистить от ритуальной чистоты, от прикосновения к мертвому, и начать думать, наверное, корову не нужно все сжигать целиком, ну как же там, у нее там в желудке есть какая-то пища, наверное, эту пищу надо вычистить, вот, потом рога и копыта, какое они имеют отношение, всегда во всех жертвах рога и копыта срезаются, они не сжигаются на жертвнике, почему мы сейчас должны эту всю корову там сжигать целиком, вот какие-то такие соображения, которые совершенно исходят из логики, там, где логику применить невозможно, там, где человек получает заповедь, и он должен делать таким образом, потом можно искать комментарии, понимание заповеди, но включать сейчас заранее свое рациональное мышление, чтобы эту заповедь изменить, так как ты ее считаешь нужным, это ужасно, это то, что получается с Шаулем, это та проблема, которую мы видели изначально, да, Шауль, Шауль не склонен к пророчеству, но он получает пророчество, и у него есть этот пророческий опыт, да, с другой стороны, опирается на Шмуэля, но его рацию, рациональное мышление, его изначальная как бы удаленность от пророчества, да, и в каком-то смысле, даже в каком-то подсознательный протест против пророчества, да, он приводит таков человек, таково его свойство, да, оно приводит к вот этой тотальной, тотальной ошибке, когда он истребляет не всех маникитян, когда он решает не гоняться больше за ними по Негеву и по Синаю, возвращается в Иуду, приводит Агага, захваченного им царя, посмотрим, как он потом, скажем, как он понимает, почему он захватил Агага, для чего он захватил Агага, да, вот, дальше, говорят, преступление влечет за собой преступление, да, преступление влечет за собой преступление, и дальше совершенно уже какое-то недопустимое действие, пожалел Шауль и народ, который с ним Агага, и лучи из мелкого скота и крупного скота, есть обязанность уничтожить все, что принадлежит Амалику, ни в коем случае это не врач, чтобы никто никогда не говорил, что это корова Амалика, это быка Амалика, да, это все должно было быть истреблено по заповеди Стора, но когда пожалели Агага, то все, как бы, границы заповедей, они расплылись у человека, и он смотрит и думает, зачем же мне уничтожать такой замечательный хороший скот, как у этих кочевников, я возьму этот скот и принесу его, принесу его в жертву, принесу его в жертву, во всевышнему, почему нет, будет замечательная жертва, вот, мы сделаем шламин, люди сядут и будут есть, какой смысл уничтожать весь этот скот, это то, что, это то, то еще раз, это преступление влечет за собой преступление, когда включили рацию, там, где не надо его было включать, там, где есть заповедь Всевышнего, вот, то уже дальше идут и последующие ошибки начинают рассуждать и приходят к вещам недопустимым с точки зрения пророческого повеления, было дано пророческое повеление, пророческое повеление должно, человек его должен слушать и исполнять, да, насчет комментариев пророческих повелений всегда можно что-то найти, какую-то лазейку, принцип такой, да, что если у тебя есть повеление пророка, его нужно исполнять по максимуму, потому что если ты будешь искать какие-то отходные пути, пославления и так далее, то этому не будет конца, поэтому все, что ты можешь максимально сделать, по этому повелению ты делай, да, вот, я вижу здесь вот у Эмиля Авербуха поднята рука, Эмиль, пожалуйста, если вы хотите что-то спросить, спросите. Да, меня слышно? Да, да. У меня, в общем-то, такой какой-то общий вопрос, может быть, каким жанром считается вообще писание пророков? Это эпос или это летопись? Можно ли относиться так, как будто это какие-то реальные исторические события и пытаться выяснять, то есть, нет ли тут какого-то, как вы говорите, повода, намерения, например, допустим, что Шауль, он просто не подходил с позиции, значит, Шмуэля к тому, чтобы быть царем. Наверное, допустим, он был нерешительный, он плохо знал законы Тору, раз он не сказал, что это заповедь ищетворь Смолейка. И он ему просто как бы дает как испытание вот такой вот вопрос. Здесь уже как бы мы выходим за пределы исторических событий, а просто объясняем ситуацию, почему должен был быть вместо Шауля должен был быть Давид, понимаете? То есть, есть ли такие мидраши, есть ли такие объяснения, когда к этому подходят не в прямую, как бы, да, вот не так монотаристически толкуют, а вот как-то с каких-то других позиций существуют, и я не очень компетентен в этом мидрашах и толкованиях, но вот у меня такое впечатление, что это несколько такой как бы прямолинейный подход. Не кажется вам такое? Я не совсем понял прямолинейный подход и непрямолинейный подход, я не совсем понял разницу между ними. Шмуэль, ищет ли он предлога и так далее, да, мы увидим, что, значит, для того, чтобы вообще высказывать какие-то предположения, не в упрек вам Халила, нужно быть, по крайней мере, знакомым с текстом, мы увидим, что Шмуэль, Шмуэль любит Шауля, он огорчен этой ситуацией, и он не искал никакого предлога и не искал никакого для него испытания, чтобы доказать, что он не является царем, например, да, вообще, в принципе, это немножко не наша немножко не наша линия, да, мы пытаемся понять текст в свете нашей традиции, все остальное понимание, оно не имеет смысла, да, потому что если оторваться от традиции, то просто дальше можно понимать текст как угодно, да, поэтому, скажем, изучение пророков, да, оно возможно только с точки зрения, только, только с точки зрения традиции, традиционного текста, как в Торе есть письменные Торы, есть устные Торы, и также у пророков есть текст, и есть традиция, которая за ним, которая за ним стоит, да, все остальное, на мой взгляд, да, можно изучать языковую структуру, можно изучать исторический фон, внешние источники, это пожалуйста, да, но оторваться от Медрашима, это все равно, что выбросить нашу традицию, это тоже можно истоковать как угодно, да, вот, скажем, вот, так что, я бы не стал возвращаться к этому вопросу, это не, это не, не наш, как бы, не наша тема оторваться от традиции и искать здесь что-то, а вот, может быть, что-то здесь могло быть, да, вот, Шауль получает заповедь, он с ней не справляется, не справляется частично, и как мы видим это из других эпизодов, потому что у него сильно рациональное мышление, у него не развито это качество положиться на Всевышнего и все, может быть, часто во многих ситуациях нельзя полагаться на Всевышнего, нужно действительно исходить из каких-то рациональных моментов, да, как говорят, не полагаются на чудо, но, когда у тебя есть пророческое повеление, тут ты уже не можешь, да, тут ты не можешь, пророческое повеление должно исполняться, должно исполняться четко, да, перед тобой пророк, Шмуэль, известный во всем народе, нет никаких сомнений в том, что он истинный пророк, ему не нужно никакое подтверждение и утверждение, он говорит тебе слово Всевышнего, пойди истреби Амалика, ты человек, который, в общем-то, знаешь Тору, ты знаешь, почему следует истребить Амалика, ты знаешь, почему у Всевышнего война с Амаликом, и что значит война с Аваликом у Всевышнего, она война у Всевышнего руками сыновей Израиля, ты все это знаешь, да, поэтому ты должен пойти и исполнить эту заповедь по максимуму, как бы тебе не было трудно, да, теперь мы видим, да, это характер Шауля, который мы замечали уже не один раз, мы понимаем, что мы понимаем, мы видели с вами, что сыновья Израиля оттолкнули пророка, потому что они не могут жить под руководством пророка, как мы с вами говорили, как на иврите говорят, гадо ля лаю, слишком много для меня, я не могу выдержать этот уровень, они оттолкнули пророка, Всевышний поставил им царя, такого царя, которого они могут принять, то есть царя, который, да, который должен был бы справиться со своей задачей, то есть он должен был бы совмещать в себе две эти противоположности, с одной стороны быть близок к сыновьям Израиля и мыслить рационально и совершать рациональные действия, так как они хотели царя, как у всех народов, но с другой стороны Всевышний не может позволить, чтобы это был царь, как у всех народов, и поэтому Шауль должен был сочетать в себе другое качество, противоположное, он должен был подчиняться пророку полностью и иметь в себе эти силы, очень трудно сочетать в себе такие противоположные качества, и мы видим, что Шауль не справился, это тот текст, который лежит перед нами, вот, и мы, да, и это то, что мы можем сделать. Текст сам по себе, текст не позволяет себе, позволяет такого понимания, что Шмуэль сам как-то ставит Шауля перед испытанием, чтобы показать там и так далее, просто он это не допускает понимания, да, и нету этого Митрашима, от которых и в нашей традиции, от которой мы не можем оторваться, потому что, да, знаете, это оторваться от Митрашима, это примерно так, это у Стругацких есть такой образ в одной из его книг, да, вот, что есть, как бы, да, такой фантастический образ, есть карп, который плавает в живой воде, да, вот, и на поворотах он плавает в живой воде, на поворотах он блистает своим выпотрошенным брюхом. Вот это примерно то, что мы будем представлять из себя, если мы оторвемся от традиции. Мы будем плавать, мы будем совершать движения, вот, похожие на какие-то правильные движения, но пустота, она есть пустота, она выхлопщина, да, и мне бы не хотелось об этом говорить, потому что мы уже давно занимаемся пророками, и мы прекрасно представляем себе, вот, как, как справляться с этим текстом, хотя бы, чтобы его как-то понять, что он нам хочет сказать, да. Можно еще маленький нюанс, я поправлюсь? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Я хотел поправиться немножко. Да. Значит, насколько я знаю, значит, есть определенная периодизация в литеражах и в море, значит, время как-то влияет на характер толкования, допустим, то, как толкует рамбам, знающий греческую философию и так далее, и так далее, и так далее, и то, как текстурат, пиши о нем, там, или другой эпохи. Они отличаются, нет? Давайте я вам скажу так. Можно умерть. Все может быть, все может, все может отличаться, может быть, периодизация. Все вещи надо рассматривать конкретно, да, потому что интернет и лекции полны какими-то общими соображениями. Господа, есть какой-то звук, я очень трудно, да, очень трудно проводить урок. Матан, это у вас, кажется, звук идет. Алло. Розе, вопрос можно, да? Сейчас, одну секундочку, я попробую, да, с этим закончить, да. Вот, жаль, что, Ефим, да, я вот тут выключил вам звук, сейчас я включу вам звук, да. Вот, звук этот пропал, ушел, да. Я хочу закончить, да. Просто невозможно, скажем, понимаете, гемара, она говорит. Для того, чтобы так говорить, человек должен проучить всю гемару и представлять, о чем говорят мудрецы, понимать внутреннюю логику их разговоров. Гемара говорит, ну, хорошо, да, вот. А потом Рамбам говорит, да. Ну, все вещи нужно рассматривать конкретно. Глобальная, и есть и периодизация, есть и влияние внешней философии и представления о мире. Все это есть глобально. Глобально. Есть традиция, которая тянется от текстов. Эта традиция нашла, нашла выражение сначала в Медрашим, потом в Талмуде, в книге, это книги, которые отражают устную традицию, так же, как и у Маше была устная традиция, и она передавалась, и без нее Тора совершенно непонятно. Так же у каждого пророка были ученики, и от них тянется устная традиция, которая нашла выражение в Медрашим, Гемаре и в Рамбаме, да, вот. И по большому счету, иногда, может быть, что-то можно посмотреть, вот, Талмуд Бавли относится так, он подчеркивает одну сторону, а Талмуд Иерушалам подчеркивает одну, другую сторону. Все это может быть глобально, да, глобально. Есть традиция, и мы за ней идем. И она не связана никак ни со временем, ни со средними веками и так далее. Понимаете, вот, если я готов на эти темы разговаривать, есть только что-то будет конкретное. Вот Медраш такое, вот Медраш такое, вот Медраш такое, вот Мнение Мудреца такое, вот Мнение Мудреца такое. Да, причем, да, в Талмуде есть разные мнения, да, и задача комментатора, задача того, взять то мнение, которое наиболее отражает реальность, реальную действительность, да, не уходит куда-то в мистику, в духовный мир, хотя то мнение тоже может быть правильным. Да, взять то, что наиболее отражает реальную действительность. И вот мы за этой традицией, нашей традицией неизменной, которая не меняется ни в средние века, ни там, ни у Рамбама и так далее, она одна и та же, глобально, да, если не учитывать некоторые нюансы, она одна же, мы за ней идем, да, и идем за, и то, что мы с вами сейчас говорим, это вещи совершенно очевидные, традиция чаще всего, она просто раскрывает текст, да, она просто раскрывает текст и показывает текст. Ну, хорошо, до эго мы здесь не видим, да, это Медраж нам помогает понять, что у Шауля были неудачные советники, не тех людей он приблизил к себе. Кстати говоря, он мог приблизить людей к себе, которые по характеру ближе ему, которые исходят из рацио, которые далеки от пророчества, далеки от духовной стороны Торы, а гораздо ближе к рацио, да, он мог таких же людей приблизить к себе. Вот это то, что можно сказать. Ефим, пожалуйста, да, вы что-то хотели спросить? Я бы хотел спросить, у меня рука поднял, да? Если я правильно помню, Атагага Мравзеев, можно слово сказать, а? Да, пожалуйста, да. Атагага произошел оман, насколько я помню, это правильно, очевидно, или нет? Да, но это сейчас мы не добрались еще. Наша задача понять текст, да. Вот Шауль оставил Атагага в живых. Шауль оставил Атагага в живых. Почему? Да, мы начали немножко с этим разбираться. Вот у него был, мы видим, что он изначально, изначально подходит неправильно к этой заповеди, да, ищет какие-то, какие-то обходные моменты. Вот у него есть советник Доек, вот он оставил Атагага, да, за этим идет другая ошибка. Оставляют скот, идут по рацию, включают рацию и оставляют сход. А теперь нам нужно понять, вернуться немножко вместе с текстом, немножко вернуться, и понять, почему Шауль оставил в живых Атагага. Это то, что нам нужно сделать, понимаете? То, что от Атагага происходит, происходит оман, и потом этот оман чуть не истребил весь еврейский народ и так далее, это уже развертка, нам нужно понять текст, понимаете? Хотя, в принципе, это тоже как бы часть Медрошима. Окей, хорошо. Рамзеев, извините, можно вопрос? Пожалуйста, да. А, и там мы сейчас читали чуть выше, что, с одной стороны, сказано, что Шауль, он уничтожил весь народ, кроме Атагага. А вы, по-моему, сказали, что Рамбам, по-моему, писал, что он кого-то не преследовал и оставил что-то такое. Я вот не понял вот этот момент. Да. Там напрямую сказано, что он уничтожил весь народ, кроме, по-моему, Атагага, нет? Да, весь. Восьмой, по-моему, или шестой? Восьмой. Восьмой. Да. А почему-то Рамбам говорит, что он кого-то там не преследовал, я не понял. Нет, дело с ней в Рамбаме, а дело в том, что мы с вами видим из дальнейшего текста пророков, да, и из той же книги Малахим, особенно Малахим Бет, мы видим, что Амалик продолжает существовать, как факт, да. Теперь задача, значит, теперь, когда мы читаем это предложение, Матан, у вас, по-моему, звук идет от вас. Если можно, закройте микрофон, пока, по крайней мере, да, окей. Смотрите, да, теперь весь народ истребил, или это мой звук, или это у меня звук дважды повторять? Трудно понять, идет какой-то непонятный звук, да, но непонятно. Вот я чувствую, что я начинаю говорить, и звук вот часто, вот Матан закрыл микрофон, и сразу стало легче. Так, внимание, да, весь народ истребил истребил мяча, да, слово весь, оно может означать не обязательно весь, понимаете, да, кто-то остался. Если честно, я не понимаю, весь это, весь как-то, весь означает не весь. Так бывает в жизни, да, большая часть народа, да, вот, весь народ истребил мячом, да, иногда, иногда, иногда текст может говорить, говорить с точки зрения восприятия кого-то, не объективной реальности, а с точки зрения восприятия кого-то. Шауль может быть считать, что он истребил весь народ, ему больше нечего делать, он истребил народ, да, но он оставил часть народа, понимаете, вот. А почему, почему это так, почему нам нужно это сказать, почему нам нужно сказать, потому что мы видим, что Амалия продолжает существовать, да, это наша единственная возможность сказать, что… Ну, извиняюсь, Рабзеев, но здесь же этот текст, это не Шауль говорит этот текст? Вы никогда, вы никогда заранее не знаете, с чьей точки зрения говорится то или иное предложение, да, вот. И вполне возможно, что это может быть с точки зрения Шауля, так как он представляет, что он истребил весь народ, да. Мы, вот, Матан, если можно, закройте микрофон. Алло, да. Это чей-то голос странный, нет, кто это? Каждый раз, когда у Матана открывается микрофон, он идет голос. Матан сейчас открыт или не открыт, что-то я не пойму, секунду. Вот, если он жарится голос. А, да, Матан, прислушай. Ты можешь чем выключить микрофон и все. В прошлый раз ты подключал микрофон другой или что-то такое. Нет, сейчас у тебя… Вот, это я. Окей. Секунду, я тебе… Открой свой микрофон слегка. Матан, ты меня слышишь? Скажи что-нибудь. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Что, какая-то проблема. Ты просто раз подключал к какой-то другой. Старик, я не могу. Ты на меня ругаешься, но я не могу ничего сделать. Леби-леби называется. Ну, что я могу сделать? Какая-то проблема с микрофоном. Так, я выключу микрофон у Матана пока. Выключи другой микрофон. Если что, Матан, просьба обращаться тогда через чат, если можно. Ты знаешь, что получается ужасно смешной голос. Я понимаю, что это не соответствует Тохуну, который ты говоришь, но видишь, даже Робейну смеется. Так, внимание, продолжаем. Я должен выключить, не могу. Ну, Настан, ну выключи микрофон. Дай, скоро урок кончится с этим приближением. Окей. Внимание, да. Шауль, как мы видим из его ответа, до которого мы, к сожалению, не добрались, Шауль утверждает, что он истребил весь народ. Поэтому это вполне может быть, весь народ истребил острием меча, да, вот, это то, что, то, что он считает. А Гагу он захватил, да, а весь народ истребил острием меча с его точки зрения, да, вот. А дальше, говорится, и пожалел Шаули народ скот, да, и так далее, да, вот, скажем, не хочу вас запутывать, может быть, действительно, не будут запутывать, давайте мы пойдем, пойдем дальше, да. Розеев, а что на иврите написано? Коль, ам, что там на иврите? Или потом посмотреть? Ладно, потом посмотреть. Мы можем посмотреть о том, в следующий раз я приготовлю ивритский текст параллельно. Коль, ам, да, вот, и, да, Коль, ам, хикалев и херев, поразил мечом, да, весь, весь народ поразил мечом, да, вот. Дальше, и было слово Бога Шмуэлю, чтобы он сказал, пожалел я, говорит Всевышний, что поставил Шаули царем, ибо вернулся он, да, вернулся он и пошел вслед, не пошел вслед за мной, и слова мои не исполнил, и стало досадно Шмуэлю, и вызывал он к Богу всю ночь. Когда Всевышний говорит, что Шауль провинился настолько, что дальше нельзя продолжать, да, что он не исполнил заповедь, которая возлагается на царя, который фактически вот был единственный, может быть, шанс исполнить ее сразу и до конца, он не исполнил эту заповедь, да, он не может быть царем, да, он отвергнут для того, чтобы быть царем, потому что если он не может исполнить заповедь, который, ради которой, собственно, и был поставлен царь, он не может дальше быть царем, да, вот. Вот, Шмуэлю досадно, он любит Шауля, если мы помним, он стоял с ним на крыше, он разговаривал с ним о будущем, о видении еврейского народа, да, вот, как они, как звезды небесные, и что нужно дальше делать, да, и как преобразовать весь мир. Он, безусловно, он любит Шауля, и ему досадно, и он всю ночь молится Всевышнему за него. Он уже услышал, что есть постановление небес. Нет, тем не менее, он молится, потому что любое постановление небес может быть отменено. И, может быть, здесь не хватает такой же молитвы, как Маше молился за весь народ после греха Золотого Тельца. Но нет, Всевышний здесь, в этом случае, он не отменяет своего постановления. И поднялся Шмуэль рано утром и пошел навстречу Шаулю. Он его еще не видел, он как пророк знает, что произошло. Он не был с войском. И было передано Шмуэлю через посыльного. Так было сказано, пришел Шауль в Кармель, и вот установил себе место для скота и раздела добычи, и повернул оттуда, и пошел в другую сторону, и спустился в Гилгаль. В Кармели Шауль поставил памятник победе, заповеди, которые он исполнил. Почему в Кармели? Возможно, потому что это самое ближайшее место на юге Иуды к месту событий. Ставить в пустыне, где там нету людей, ставить памятник не имеет смысла. А здесь, в Иуде, он утверждает свою царскую власть, и он ставит памятник, свидетельство о том, что он исполнил эту заповедь. А потом он спускается в Гилгаль, и пришел Шмуэль к Шаулю и сказал ему Шауль, сказал ему Шауль, благословен ты у Бога, а я исполнил слово Бога. Шауль уверен, что он исполнил слово Всевышнего. Почему? Он Агага оставил в живых, и, как мы понимаем, он не завершил в пустыне все дело, которое он должен был завершить. Понятно, почему, да? Шауль – комментатор, комментатор слов Пророка. Он не берет их по максимуму, он не идет до конца, он комментирует. Он считает, что он истребил народ. Народов Амалека больше нету. Он привел царя, привел царя Агага. И сейчас Агаг поклянется перед ним, что он оставляет все идеи Амалека, что он принимает на себя, допустим, семь законов Ноха, Агаг, поклянется перед Шаулем. Все! Нету народа. Народ уничтожен. Если даже народ уничтожен на треть, на половину даже, то он больше не возродится. Он больше не сможет возродиться. Это как бы известное правило. Если царь народа признает, что он отказывается от идеи народа, от Агага, то это уничтожение Амалика. И он говорит от чистого сердца Шауль, который включает постоянно свои рациональные рассуждения. И в скобках я еще раз напоминаю, почему он такой. Потому что Всевышний выбрал такого человека. Он ближе к народу, он понятен народу, и он может быть царем народа. При этом он все-таки должен слушать пророка. Но Шауль идет за своим рацией, он говорит, Благословен, ты убога, я исполнил слово Бога. Все, что ты мне сказал, я исполнил, уничтожила Амалика. И сказал Шмуэль, а что это за блеяние мелкого скота, которое доносится до моих ушей? И мычание крупного скота, которое я слышу. Шмуэль не говорит об Агаге сразу. Он говорит, вы же скот отставили. А это уже само по себе есть нарушение заповеди. И сказал Шауль, Атамалика привели их, и это то, что пожалел народ, и лучшего мелкого скота, и крупного скота, чтобы принести жертву Богу Всесильному твоему. А все остальное мы истребили. Лучшее взяли, чтобы принести Богу, жертву перед Всевышним. Как мы сказали, зачем это, просто перебивать этот скот. Мы привели, чтобы принести жертву перед Всевышним. И здесь есть еще один момент. Шауль переваливает ответственность на народ. Понятно, что народ вместе с Шаулем. Они как бы мыслят одинаково. Но руководитель народа не может перекладывать ответственность на народ. И мы еще раз видим, что Шауль не может быть царем, человеком, который берет на себя ответственность, не перекладывает ее на других. И сказал Шмуэль Шаулю, Подожди, и я поведаю тебе, что сказал мне Бог этой ночью. Подожди, в смысле, приготовься. И сказал ему Шауль, Говори. И сказал Шмуэль, Даже если ты мал в глазах своих, глава всех колен Израиля ты, и помазал тебя Бог быть царем над Израилем. Ты из самого маленького колена. Ты из Бениамина. Ты знаешь, что у Иуды есть благословение, что из него будет царь. Но ты был помазан царем. Ты был помазан царем. Тебе был дан шанс быть царем Израиля. А как мы говорили, что благословение – это одно, а реалии – это другое. Всевышний увидел, что из Бениамина, тебя конкретно, ты должен быть сейчас царем. И быть царем над Израилем. И послал тебя Бог в дорогу и сказал, Иди истреби этих грешников Амалика и воюй с ним, пока не уничтожишь их. Почему же ты не послушал голоса Бога и налетел на добычу и сделал зло в глазах Бога? Шмуэль показывает ему истинную картину. Не так, как он видит после своих рассуждений и толкования пророчества, а так, как это видно глазами Всевышнего. И сказал Шауль Шмуэлю, но ведь повиновался я голосу Бога и пошел дорогой, по которой послал меня Бог и привел Агага, царя Амалика. А Амалика истребил. Я истребил Амалика, как он видит. Да нету этого больше народа. А царя я привел, сейчас он мне поклянется, что он отказывается от идеи этой. То есть я и то, и то сделал. И народ физически истребил, так что он никогда больше не поднимется. И царя привел, чтобы он мне как бы духовно, идеологически, я таким образом истребил народ. И взял народ из добычи, мелкий скот и крупный скот, лучше из того, что подлежал уничтожению, чтобы не уничтожить, а пожертвовать Богу Всесильному, твоему Гилгалю, чем плохо, что вместо того, чтобы уничтожить, бессмысленно пожертвовать Богу. И сказал Шмуэль, так ли желаны Богу жертвы всесожжения и мирные жертвы, как повиновение голосу Бога? Вот ведь повиновение лучше жертвы доброй, послушание лучше тука баранов. Эту фразу часто используют для того, чтобы сказать, что Всевышнему не нужны жертвы. Но ведь она звучит совсем не так. Все принесение жертв в храме является заповедью. А если человек не слушает Слову Бога, если человек, народ, не способен идти за пророками, за повелением пророка, то тогда и жертвы не нужны. Но не то, что жертвы вообще не нужны, а жертвы не нужны в том случае, если народ не может идти за повелением пророков. Ибо грех гадания, бунт, ибо грех гадания, бунт против Бога. Гадание здесь, мы понимаем, что гадание гадать можно по-разному, там, скажем, можно бросать кости, можно не пойти по той дороге, которую перешла черная кошка. Здесь речь не о том. Речь о том, что когда человек не слушает четко пророчества, когда он начинает комментировать пророчества, понимая так, как он хочет, он не старается прислушаться к слову Богу, а понимая так, как он хочет, это бунт против Бога. Ты пришел воевать с Амалеком, ты не сказал, что ты ведешь войну Бога. Это бунт против Бога. Ты вышел ссориться из-за реки, не потому что, не потому что Амалек убивал сыновей Израиля в пустыне и будет убивать их с одной только целью, доказать, что Бог не всесилен, чтобы оттолкнуть божественное присутствие от Бога, от земли, ты не пришел воевать для этого, чтобы истребить этого врага Бога. Ты пришел воевать из-за реки, из-за воды. Это бунт. Это гадание. Может так, может так, а вот чуть-чуть повернуть так, а это, да, вот, а может быть, это слово нужно понимать так, а это понимать так. Это бунт против Бога. Так же, как ты, если бы ты сказал, нет, я не выйду на эту войну, точно так же и твои комментарии, это бунт против Бога. А замыслы преступные, как болтовня мумий. Все, все, что ты задумал, все, что ты замыслил, это пощадить, это скот взять, потому что это лучше, да, это, как болтовня мумий. Здесь имеется в виду, что в древнем колдовстве мы это видим из Тора, из истории с Лаваном, использовались, использовались либо мумия, либо иссушенные кости, и колдуны использовали эти моменты, все моменты, связанные с нечистотой, они могли использоваться в колдовстве. Сейчас мне хочется вдаваться в подробности. Почему? При случае, может быть, можем как-нибудь, да, но вот мертвые кости или мумии, там, мумии детей, новорожденных и так далее, это использовалось для колдовства, и поэтому здесь Шмуэль намекает, что это все, как бы то, что ты сделал, это похоже на обычаи идолопоклонников, в котором слово Бога не указ, и они пытаются понять из каких-то там явлений, соображений, каких-то туманных голосов, каких-то духов, которых они привлекают, они пытаются понять, что нужно сделать. Поскольку ты отверг слово Бога, то отверг он тебя, и не будешь царем. Это как бы резюме, приговор, ты отверг слово Бога, и поэтому не будешь царем. И сказал Шауль Шмуэлю, согрешил я. Теперь он согрешил, и в этом величие Шауля. Он говорит, я согрешил. Надо было сказать раньше, надо было понять свое преступление гораздо раньше, и не говорить, я сделал все, и так далее. Как только пророк тебе обратился, надо было сказать, согрешил я. Шауль продолжает объяснять, его рацию продолжает работать, он продолжает объяснять, но здесь все-таки есть предел, его любовь к Шмуэлю, его вера в пророчество. В какой-то момент она ему говорит, приводит ему к тому, что он говорит, согрешил я. Ибо приступил повеление, вышедшее из уст Бога, и нарушил слова твои, ибо страшился я народа, и послушался голоса их. И здесь опять провал в конце. Царь не может ссылаться на народ. Какой же ты царь, и какой же ты руководитель, если я испугался народа, если я испугался народа. Опять ты ищешь оправдание, опять пропало дело. А теперь прости грех мой, и возрастись со мной, и поклонюсь я Богу. Прости мой грех, говорит Шауль, он еще надеется на прощение греха, но и он просит Шмуэля, чтобы тот не оставлял его на глазах, у всех людей не отворачивался от него, а чтобы он вернулся с ним к жертвеннику, который построили, там принесли молитву. И сказал Шмуэль Шаулю, «Не возвращусь с тобой, поскольку отверг ты слово Бога, то отверг Бог тебя, и не быть тебе царем над Израилем». То есть Шмуэль не хочет возвращаться, чтобы показать, не из-за нелюбви к Шаулю, а чтобы показать, что то, что произошло, является нарушением пророческого слова, и нету этому исправления. И развернулся Шмуэль, и развернулся Шмуэль, чтобы уйти, и схватился Шауль за край одежды его, и оторвался он. И сказал ему Шмуэль, «Вырвал Бог царства Израиля у тебя сегодня и отдал ближнему твоему, который лучше тебя». Шмуэль не говорит от себя, он говорит пророческие слова. И также «вечный Израиль». Это слово, которое говорит Шмуэль, «нецех Израиль не обманет и не пожалеет о том, что сделал, ибо не человек он, чтобы сожалеть о содеянном». Есть, скажем, да, «вечный Израиль». То есть «вечный». Всевышний не жалеет. И тут можно понять, что у Всевышнего есть цель, и от этой цели он не отказывается. И от этой цели он не отказывается. Человек может отойти от этой цели. И Всевышний может как бы поменять человека, но цель он не изменит. Это называется, это в устах Шмуэля «вечный Израиль». «Нецех Израиль» – Бог, который не меняет своей цели. Цель Всевышнего, как мы понимаем, построить царство Израиля, поставить царя, который будет проникнуть над Божественным Духом, который будет идти по слову Всевышнего, царя, который будет и слушать пророка также, и таким образом можно будет исполнить волю Всевышнего. И поэтому Всевышний продолжает свою цель. Дальше человек, он может исполнить свою задачу, он может не исполнить свою задачу, что Всевышний своей цели не меняет. И сказал Шауль, «Согрешил я, теперь скажи мне, теперь окажи мне уважение перед старейшинами народа моего и перед Израилем, и возвратись со мной, и поклонюсь я Богу всесильному твоему». Он просит Шмуэля, как мы видим его внешнем уважении, чтобы он его не позорил перед людьми, как бы, чтобы вольно или невольно не позорил перед людьми, просит вернуться к жертвеннику. И возвратился Шмуэль за Шаулем и поклонился Шауль Богу, молится он около жертвенника, приносит жертвы, и сказал Шмуэль, «Подведите ко мне Агага, царя Амалика». То есть Шмуэль хочет показать, что все рассуждения Шауля, они совершенно… они совершенно бессмысленны, что невозможно уничтожить Амалека, если царь Амалека произнесет клятву, это никому не нужно, Амалек должен быть уничтожен физически. И он говорит, «Подведите ко мне царя Амалека». И пошел Агаг к нему раскованно и сказал Агаг, «Вот ведь отошла горечь смерти». Здесь есть очень много в этих словах, но самое простое то, что Агаг считает, что пророк Шмуэль пожалеет его. Пророки Израиля милостивы. Если Шауль, царь, пожалел его, то пророки, которые говорят всегда со стороны милости, то понятно, что он пожалеет его. И вот он говорит, «Вот отошла горечь смерти, мне теперь нечего бояться». Но, и сказал Шмуэль, «Как твой меч лишал женщин, детей, так будет самой лишенной женщин, мать твоя». Из этих слов мы видим, что Амалек не бездействовал, он, может быть, не представлял себе государственную проблему для всего народа, но он как разбойник нападал на сыновей Израиля, и он продолжал убивать сыновей Израиля только с одной целью, просто бессмысленно совершенно племя, которое живет в пустыне, которое не претендует ни на территорию сыновей Израиля, не может воевать с ним. То же самое, что было раньше. Он убивает сыновей Израиля только для того, чтобы убивать сыновей Израиля. И рассек Шмуэль Агага перед Богом в Гелгале. Рассек здесь употребляется слово, которое единственный раз употребляется в Танахе. И, если говорить честно, то то, что сделал Шмуэль с Агагом, он сделал с ним то, что амалекитяне делали сыновьями Израиля, как мы с вами говорили. Шмуэлю нужно было, это была не излишняя жестокость, или это была жестокость, которая была как исправление, Шмуэлю нужно было показать, что у Всевышнего война с амалеком. До конца война с амалеком. И здесь не может быть никакого принятия семи законов Нооха. Всевышний воюет с амалеком по принципу мера за меру. Как он хочет истребить сыновей Израиля, чтобы оттолкнуть божественное присутствие, так Всевышний хочет истребить амалека до конца. Это то, что должен был показать Шмуэль. И с этим связана, скажем, вот такая жестокость его и неприглядность его поступка. И пошел Шмуэль в Раму, а Шауль поднялся в свой дом, находившийся в Гива, городе Шауля, и не видел больше Шмуэль, Шауля до дня своей смерти. Но печалился Шмуэль о Шауле. А Бог пожалел, что поставил Шмуэль царем над Израилем. Морал объясняет нам, что всякий раз, когда говорится, что Бог пожалел, это восприятие людей. Они так видят. Истинные, скажем, ходы и мотивы Всевышнего иногда невозможно понять. Но люди видят, что Всевышний отверг Шауля, и он как бы пожалел, что он поставил его царем. И вот мы с вами, слава Богу, добрались до конца 15 главы. Если есть у кого-то вопросы, то у нас есть немножко времени. Давайте я закрою демонстрацию экрана, я буду видеть вас всех. Я слышно, Рафзеф, или опять? Да, очень хорошо сейчас слышно, да. А то я думал, опять какие-то меня помехи. Слава Богу, я успел задать вопрос. У меня вопрос первый такой. Как вы сами относитесь к пророчествам, к пророкам? Вы их понимаете, эти пророчества, буквально? Или же все-таки есть место для интертрепации, так скажем? Интертрепации, окей? И интерпритации, да? Да, да, да. Я умышленно так сказал, шучу. Так же, как и для Тары, в общем-то, есть Ашвим Панеме, Ашвим Мумат и так далее. Окей? Есть ли место для пророков? Это первое, как бы, для понимания. Есть у вас место для какого-то свободного, свободной трактовки пророков? Или же все-таки нет? И второе, в связи с этим, как бы, второе идет, если есть место для трактовки, то как вы трактуете заповедь Лехбош-Та-Арес в наши дни? Это, ну, мы, видите, здесь разные вещи. Вы берете заповедь истории, и берете пророков. Мы знаем, что из пророков... Окей, давайте так. Я взял Танах. Не важно. Так, хорошо. Это важно. Танах, Танах, это включается. Хорошо. Давайте разделим все-таки Тору и пророков. Тору есть конкретные заповеди. В пророках нет заповедей. Пророки раскрывают иногда заповеди. То, что мы с вами встречаем в Талмуде, из пророков не учатся заповеди. Кто-нибудь начнет там цитировать пророка из мудрецов, ему говорят, ну, это же... Это невозможно обосновать этой цитатой заповеди. Ему приходится искать другую цитату. Вот. Как бы это один из таких поворотов в Талмуде. То есть пророки при... Только Маше давал заповеди, пророки не давали заповеди, они раскрывают и морально-нравственный план, и духовные миры, и те особенности, как исполняются заповеди, как мы сегодня видели. Вот. Так что заповеди в Торе, в пророках нет заповедей. Теперь относительно интерпретации. Это очень-очень сложное дело. Я бы сказал, что для того, чтобы, скажем, соотноситься с пророками, соотноситься с пророками, нужно как бы погрузиться в них, погрузиться в них, погрузиться в это изучение, погрузиться и в Талмуд для того, чтобы понять, что здесь есть, какие ходы. Возьмем примеры. Вы говорите, конкретно или неконкретно? Да, конкретно. И да, на неконкретно есть пророческие образы видения. Это не может быть конкретно. Не может быть конкретно. Это нельзя пощупать руками. Розовь, я уточню. Вы все-таки допускаете место для некоторой интерпретации. Давайте иногда да, иногда нет. Возьмем пример, когда да. Ишаягу говорит. От чего это зависит? Имею ли я право интерпретировать в данном случае или не имею? Пожалуйста, но нужно соотноситься с традицией и видеть, как этот текст видится, понимаете? Потому что... У каждого свое видим. У вас свое, у меня свое. Только в том случае, если мы привязаны к традиции, если мы берем мудрецов, если мы берем эту школу. В противном случае, это... Мы все привязаны к традиции. Мы еще видим по ним ли Тора. Ахим ли Тора, окей. Давайте перечислим... Давайте перечислим эти 70 лиц Торы. 70 лиц Торы, это, на мой взгляд, это общая посылка, которая часто служит отговоркой. Когда мне говорят про 70 лиц Торы, вот можно так, можно так, я говорю, вы знаете, у Торы есть не только 70 лиц, у нее еще есть задняя сторона, затылок. Понимание неверное, понимаете? И 70 лиц Торы, они совершенно не всегда нужны. Ну, вот можно сказать так, можно сказать так. Для того, чтобы понимать... Я это просто, так сказать, в шоу сказал. Дело в том, давайте про пророков. Я же про пророков спросил. Ваше личное, как вот вы, как бы, классифицируете, где можно интерпретировать, где нельзя? Я беру текст и работаю с ним до умопомочения, как говорят, вместе с комментаторами, вместе с Талмудом, для того, чтобы... Вы можете ошибаться, правильно? Ну, всегда можно ошибаться, но нужно проверить себя столько раз, чтобы понять, что ты... Нужно проверить, прежде чем, скажем, что-то писать, говорить тоже, но писать особенно, нужно проверить себя столько раз, чтобы быть уверенным, что ты не слышишь. Почему я спрашиваю? Я извиняюсь, что я вас перебиваю. Да, пожалуйста. Я не просто спрашиваю. Я пытаюсь понять, что Торо мы не можем интерпретировать то, что написано, то, что написано, это закон, окей. Пророков мы, да, можем немножко так сказать. Вот мне интересно, вот именно вот этот вот, как бы, так сказать... Я думаю, что здесь... Это разнос, в котором можно интерпретировать. Я думаю, что посылка не совсем верная. Можно и... и нужно иногда, и в Торе интерпретировать, и нужно и в пророках. Я бы вообще не брал такие общие вещи, я бы брал конкретно. Возьмем пример. В интерпретации пророков. Пророк Ишаяху, да, говорит, да, что... Всевышний творит темноту, Всевышний преобразует свет, делает мир и творит зло. Что тут делать теперь? Мы знаем, что Всевышний не творит зло. Значит, поэтому мы обращаемся к комментаторам... Я извиняюсь, он творит зло. Я извиняюсь, он не творит зло. Он творит зло. Ну, хорошо. Значит, это... Значит, на мой взгляд, это... Это же иернарки моя. Это написано. Что? Иши не понял. Это не я придумал, вы понимаете, да? Я от себя ничего не... Это кто-то неправильно придумал, потому что у нас есть... Нет, так и он творит зло, ангелов зла, потому что так нужно. Что значит так нужно? Что значит так нужно? Нужно для чего? Нужно для чего? Нужно для чего? Для чего нужно? Для изуна, так скажем. Какого изуна? Какого изуна? Для чего нужно? Окей, я вам тогда... Не то, что Хасфа Халила хотел сказать, объяснил. Нет. Вы же понимаете, что есть ангелы добра, есть ангелы зла. Ну, что значит, вы понимаете? Я не понимаю. Да вот я поэтому, я просто не... Вы послушайте меня, я вам скажу. Я вам хочу что-то объяснить и сказать. Но в данном случае я все-таки, ну, наверное, попытаюсь вам сказать. Ну, есть же ангелы зла, да? Вы хотите не то, что со мной спорить, вы хотите спорить с этим? Есть ангелы зла, правильно? Которые творят зло. Я не знаю таких ангелов. Я не знаю таких ангелов, которые творят зло. Давайте посмеемся, я тоже... Нет, 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 это не смех. Это не смех. Я знаю ангела милости. Я знаю... Я знаю ангела милости. И я знаю ангела суда. Я не знаю... Нет, это все не смех. Ангела зла вы не знаете? Ангела зла я не знаю. Вы хотите сказать, что это Сатам? Это не... Ну, что я могу... Послушайте меня один раз. Желание Всевышнего, это привнести в мир добро. У него нет другого желания. Ну да, давайте жить дружно. Я это знаю, да, где-то слышал. Поэтому... Это я вам скажу, где это. Это везде. Это и у Рамхаля в Келлах Пицкейхе. Окей, Радзе, как быть на том, что есть ангелы зла? Как мы с этим? Что значит? Вы настоящая? Я выговорю, что нет ангелов зла. Давайте жить дружно, я знаю. Как быть с ангелами зла? Какие ангелы зла? Где эти Малахима... Какие? Малахима Ра. Что? Ну, где? Где они, ангелы зла? Сатан – это ангел, который служит, по объяснению Рамбама, много раз, который служит для того, чтобы поставить... Сатан – это обобщенный мир. Что вы говорите? Сатан – это обобщенный мир. Но, смотрите, я не знаю, если вы хотите... Я предлагаю так, Матан. Не то, что я хочу. Вы возьмите, откройте Zoom и дайте урок, потому что вы... В котором доказывается, пожалуйста, или как вы считаете, что есть ангелы зла. Больше на что не хватает, я не могу вам попасть. Я уроков не... Это какой-то странный момент. Я вам говорю с полной ответственностью, да, что ни в одном тексте, ни в одном комментарии мы не найдем такого слова «малах» – ангел зла. Понимаете? Мы не найдем... Вы меня удивляете на самом деле. Так, вот говорят, что звук пропал. Вы меня удивляете. Буквально на... Господа, Матан, я дико извиняюсь. Я дико... У меня такое впечатление, что мы немножко зациклились. Высадо? Ну, как бы... Да, я понимаю. Вообще время позднее, и нужно было бы окончать... Тематика, как бы, обсуждения на понятном. Понятно, да, давайте же... Понятно. Нет, здесь правила, смотрите. Но уроки правила такие, да. Есть мнение преподавателя, вы можете с ним не согласиться, а спаривать его не стоит, потому что это не урок, в противном случае, понимаете? Я говорю про мнение преподавателя, я же с вами не спорю, я просто задал вопрос. Ответа нет, ангелы зла. Я с вами не спорю. Пошли дальше, пошли дальше. Я понимаю, да. Идея такова, простая, да, желание Всевышнего творить добро, Всевышний творит только, и от Всевышнего исходит только добро. Если есть какое-то зло, то оно не является абсолютным, то есть не является злом по сути своей, потому что оно направлено только на привнесение в мир добра. Поэтому оно не может быть названо злом, злом по сути, оно не является злом. Оно является инструментом исправления, оно иногда является инструментом наказания, что по сути себе тоже является исправлением. Если что-то нельзя исправить, Всевышний не наказывает. И эта идея Торы, единственная идея, которая может быть, от Всевышнего исходит только добро. Природа и зла, как оно возникает, можно заниматься дальше. И, скажем, одна из проблем того, что в мире существует зло в нашем восприятии, это то, что мы не в состоянии принять добро Всевышнего. Мы для этого занимались книгой Иова, рассматривали там эти вопросы. И давайте мы к этому не будем возвращаться, потому что это вопрос глобальный, принципиальный, вопрос веры, Всевышний один, и он – добро. Если есть Всевышний творит и добро, и зло, то это уже два начала. Есть начало добра, и есть начало – нет. Есть начало одно, которое выходит только, из него выходит только добро. Если есть что-то, скажем, да, есть что-то, есть чего спросить, ну, я не знаю, у нас две-три минуты, может быть, есть. Пожалуйста. У кого-то есть вопрос? У меня есть технический вопрос. Слиха, 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 слиха. Полутехнический вопрос. Для меня очень неожиданно слушать ударение «Амалек». Это такая традиция? Нет, «Амалек». Безусловно, «Амалек» – это проблема того, что я много пользуюсь русским языком. Я думаю, что мы говорим про разных персонажей. Нет, нет, «Амалек», безусловно. Безусловно, и это как бы то, что нужно исправить. Есть много проблем из-за шкенадского произношения, которое я учил и на котором молился раньше. Есть проблема с русским языком. Естественно, если я читаю на иврите текст, или там, скажем, или в Торе, или что, я никогда не скажу «Амалек». Безусловно, это будет «Амалек». Безусловно. Безусловно. Есть вопрос у Эмиля. Эмиль, вы можете открыть свой микрофон и задать. У меня огромная просьба. Пожалуйста, уложиться в вопросе в три минуты, потому что мы должны без десяти закончить этот урок. Пожалуйста. Мы вам слушаем. Это и вопрос, и ответ должен быть в три минуты. Ну, ответ еще пару минут. Эмиль не слышит. Эмиль? Я думаю, Эмиль уже задавал вопрос. А, окей. Безусловно. Ну, хорошо. Господа и дамы, мы на этом можем закончить. Правильно? Да, мы закроем форму. Останем на следующий раз. У меня только просьба понять формат урока. У нас есть определенные, как бы, исходные, которые мы уже, как бы, обговорили много раз. У нас есть, да, и формат такой, понимаете. Если преподаватель что-то говорит, ну, бесполезно отрицать. Ну, тогда надо закрыть урок. Я с уважением ко всем мнениям и так далее, да. Но просто, ну, это разрушает урок. Это должен быть другой урок тогда, но с другими основами, с другими понятиями. Это может быть научный урок, это может быть, я не знаю, урок по мнению Ильиша Беновуя, что существует до начала, что угодно. Но есть формат урока, и это нужно понимать, иначе это всем во вред. Друзья, это однозначно, просто однозначно. Вы это говорите мягко. Я бы жестче. Нет, не надо жестче, ничего не надо. Я не претендую на абсолютные знания. Я могу только предложить то, что у меня есть. Если это не подходит, я ничем не могу помочь. Окей. Радзеев, мы вас очень любим. Да нет, Радзеев, я очень люблю, кстати, о птичках. Дело не в любви. Любовь, она взаимна, слава богу. Да, еще бы не хватало, чтобы вы меня не любили. Я тут, понимаете, охрип с вами. Вот, а что вы меня... Дело не в этом совершенно. Дело в продуктивности. Продуктивности взаимности. Ну, на самом деле, я извиняюсь, но это вы же ведете. Вы могли сказать этому человеку, что это после уроков обсуждаем. И, честно говоря, мне тоже было неинтересно слушать его. Ребят, все хорошо. Хорошо, хорошо. У нас рука на пульсе, все нормально, не волнуйтесь. Все, всем всего самого доброго. В следующий раз встретимся и сделаем все еще лучше. Спасибо, Радзеев, спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Продолжаем. Всем счастливо, всем счастливо и до свидания. В 8.30 уже через 40 минут у нас урок по языку ивриту. Все, кто хотят продвинуться и понять, как читать правильно недельный раздел, приглашаются. Без этого никуда. Окей, счастливо.